Сегодня хочу посоветовать канал своего друга Саши Смирнова, AstroChannel. Огромное количество видеоблогов, интересных любителям звездного неба, обзоры телескопов, теория астрофотографий, звездный календарь и регулярные выезды на природу для наблюдений. Ссылка на экране и в описании. Подписывайтесь. Что ждет нас в июле? От Сатурна и до Млечного Пути. Привет и добро пожаловать. Я Джейн Хьюстон-Джонс из NASA Jet Propulsion Laboratory в Пасадене, Калифорния. Сатурн в этом месяце продолжит сиять. Его широкие кольца и золотистый оттенок отлично контрастируют с соседними Марсом и Антаресом. Чуть ниже находится созвездие Скорпиона, которое действительно похоже на Скорпиона. При помощи биноклей или телескопов вы можете наблюдать два ярких звездных скопления, компактное рассеянное скопление М4 и открытое М7. Последний известен под именем Кластер Птолемея в честь древнегреческого астронома, впервые его заметившего в первом веке. Двигаясь к северу, вы заметите звездный чайник, который является частью созвездия Стрельца. Его легко заметить прямо в центре Млечного Пути, кажется, будто из горлышка чайника выходит яркий пар. С телескопом среднего размера и хорошей картой, на конце чайной ложки, чуть выше, вы сможете обнаружить Плутон. Осмотр центра Млечного Пути в бинокль позволит увидеть множество красивых объектов летнего неба. Начнем с туманности Орел, М16. Его частью являются известные красивые столпы творения, снятые телескопом имени Хаббла. Подождав чуть больше, вы сможете наблюдать северную часть созвездия Млечного Пути, которая лучше смотрится поздним летом и осенью. Созвездие Лебедя содержит лучший вид последствия взрыва сверхновой во всем небе – туманность Вуаль. Оно слишком далека, чтобы наблюдать его целиком, но, к счастью, разбито всего на три секции. Найдите три небольших созвездия между Орлом и Лебедем – Дельфин, Лисичка и Лира. Туманность Кольцо, или М57 – остатки плотного ионизированного газа, выброшенного огромной красной звездой межзвездное пространство. Прекрасно. Восточнее можно найти Туманность Гантель, еще одну планетарную туманность. Наш летний тур заканчивается в созвездиях Ящерицы и Дракона. В Ящерице находится одна из экзопланет Горячих Юпитеров, а Дракон, смотрящий в сторону от центра Млечного Пути, настоящий кладезь далеких галактик для проверки вашего телескопа. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok